Поток заказов у нас сейчас достаточный, то есть мы уже вот на этот год, сейчас на текущий сезон строительный, мы с того, в общем, сезонами, да, как начало строительства, мы уже объем заказов себе взяли и больше уже новых не берем. По поводу того, к чему обращаются, суть работы архитектора это в основном именно художественный взгляд на архитектуру дома и именно в наше бюро обращаются больше люди, которые хотят именно комплексное решение дома, архитектуры, интерьера и ландшафта. Так, чтобы был человек, архитектор, его команда, которая помогла бы заказчику именно реализовать его мечту и реализовать ее в комплексе, чтобы чувствовалось в доме, во всем участке единая идея архитектора. И наша задача именно вот на протяжении всего периода проектирования и строительства, эту идею поддерживать и всех людей, которые участвуют в стройке, и строителей, и прорабов, и заказчиков в течение очень долгого периода времени направлять и не отклоняться в разные стороны от этой идеи. Как правило, это такая большая ошибка, может быть, многих заказчиков, так, когда деньги, ну и обычно в нашей стране они просто пропадут. Вот, то есть, ну, не чиновники, конечно, строительство тоже такая отрасль, в которой человек строит все-таки дом, это такое большое дело, если человек в него не вникает или нанимает какого-то себе представителя, скажем так, который тут общается с архитекторами, дизайнерами, как правило, индивидуальные пожелания человека, ну, очень сложно выразить. И, опять-таки, контроль. Ну, вот, конкретно у нас на примере работы, то есть, у нас заказчик максимально вовлечен в работу на первом этапе, то есть, когда мы составляем техническое задание, и когда вот мы все-все-все узнаем об образе жизни семьи, о пожеланиях, и тогда немножко у людей там вскипает голова, что как же много вопросов надо охватить. Но вот если этот этап пройти, продержаться, потом уже, если мы все правильно проработали на первом этапе, то, как правило, проблем там вот с эскизным, допустим, проектом у нас не возникает. То есть, если мы правильно считали все пожелания клиента, ну, и благодаря там нашим компетенциям, да, которые есть, мы можем создать дом действительно подходящий, и, как правило, правок у нас не бывает. А вот на рабочем проекте, ну, 90% заказчиков уже отходит максимально. То есть, это, ну, человек, допустим, занимается там, например, компьютерными технологиями, он не может заниматься в стройке так же полноценно въедливо, как в своей собственной специальности. Поэтому тут уже, конечно, такие технические моменты, больше идет доверие архитектору, конструктору и строителям. И мы подключаем строителей уже в начале рабочего проектирования, чтобы согласовать все инженерные сети, чтобы согласовать реализуемость самой архитектуры. Также подключаем поставщиков материалов, чтобы хотя бы предварительно понимать смету. И вот тихонечко-тихонечко уже заказчик готовится и морально, и финансово к проекту. И, то есть, уже когда идет момент реализации, тут уже таких кардинальных правок и каких-то больших сюрпризов не возникает. Поэтому тут уже можно, ну, по крайней мере, мы прикладываем все усилия, чтобы люди были там максимально спокойны.